Кто имеет уши слышать, да услышит. Это цитата из Евангелия от Матфея, где приведены слова, сказанные им в проповеди на горе Елеонской. Мы часто слышим из Азерагитпроповского шизпотреба о всяческих империях азербайджанских. Думаю, настало время поговорить и о них. Спрос породил предложение, и об одной такой империи мы сегодня поговорим. О так называемой конфедерации Ахкоюнлу, что в переводе конфедерация белых баранов или белобаранников, кому как угодно. Сразу хочу уведомить непосвященных, что это не оскорбление. Так называют в Азербайджане одну из своих империй. А теперь по существу. Как водится в современной республике Азербайджан, приспосабливается под национальное все, что плохо лежит. Но плохо лежать могут чужие языки, алфавиты, поэты с короткой биографией, некоторые памятники зодчества на территории Азербайджана, ряд блюд, но не империи, создаваемые определенной династией, история которых хорошо прослеживает самого основания, самого основателя. Под книжным ударом азербайджанских учебников оказалась и империя или конфедерация так называемых белобаранников. Это туркменская династия, правившая в 1378 по 1508 годы, занимавшая обширную территорию таких современных государств, как Иран, Кувейт, Афганистан, Ирак, Турция, Армения. Это объединение кочевых туркменских племен Акоинлу состояло, собственно, исключительно из туркмен изначально, оттесненных в Переднюю Азию вторжением монголов. Персы называли их туркоманами. Их массовый исход из Туркестана, Средняя Азия, произошел при Ильхане Аргуни. Пришельцы расселились тогда по верхнему Ефрату и Тигру. Именно здесь, во второй половине XIV века, сложились два племенных объединения – Акоинлу и Каракоинлу. На знамени последних был изображен черный баран – Каракоин, тогда как на знамени первых – Акоин, белый баран. Постоянно они враждовали друг с другом. Уже в середине XIV века византийские источники упоминают о набегах туркменов Акоинлу на Трапезун. Правящая верхушка этой кочевой державы, происходившая из старинного Огусского рода Баюндур, неоднократно вступала с трапезунскими императорами в брачные отношения. Так известно, что мать первого падишаха Акоину, кара Усмана, принадлежала к роду Комнинов. Да и сам он был женат на византийской принцессе. Кстати, не мешало бы напомнить, что византийский род Комниных берет начало от фракийцев. А уж к концу XIV века, когда туркмены-белобаранники достигли Армении и Малой Азии, иначе говоря, Византии, род Комниных уже был фракийско-армянским. Напомню, что за три столетия до этого, до нашествия тюрок в регион, в 1048 году, Иоанн Комнин женился на представительнице знатного армянского рода Анни Даласини. Так что к тому времени, как из этих белобаранных племен возник падишах, знатные особи-белобаранники уже были подвергнуты кровосмешению. К туркменской крови знати прибавилось фракийское и армянское крови, как у кара Юлюка Усмана по материнской линии. Наследственным владением Ак-Ко-Эн-Лу считался Диар-Бекир. Это современный город Турции. В дополнение к ним кара Юлюк завоевал Эрзинджан и Сивас. Особенно отличились туркмены Ак-Ко-Эн-Лу в 1402 году в сражении с турками при Ангаре, нынешняя Анкара. В 1435 году кара Юлюк пал в одном из сражений с правителем кара Ко-Эн-Лу Искандаром. После его смерти сыновья Хамза и Али поделили между собой завоеванные им земли. В 1467 году правитель кара Ко-Эн-Лу Джихан-Хан двинулся с большим войском в Армению. На мужской равнине произошло решительное сражение, в котором войско кара Ко-Эн-Лу было разбито Узун-Ханом и понесло большие потери. Туркмены Ак-Ко-Эн-Лу стали преследовать Джихан-Хана, отступившего из Армении в иранский Азербайджан. И нанесли ему еще одно поражение в одном из горных ущелий. Джихан-Хан пал в бою. В следующем году Узун-Хан вторгся уже в иранский Азербайджан, близ Маранда. Там он рассеял остатки кара Ко-Эн-Лу, возглавляемые ханом Джихан-Хана и Хасаном Али. В последующие годы Узун-Хасан отвоевал у тимуридов почти весь Иран, кроме Хорасана и прикаспийских областей Геляна и Мазандарана. После всех этих побед Ак-Ко-Эн-Лу превратилась в одну из крупнейших близневосточных держав. В нее в этот состав входили иранский Азербайджан, Ширван, Аран, это территория уже современного Азербайджана, Карабах, Армения, Курдистан, Диар-Бекир, Ирак, Луристан, Фарс и Керман. Столица государства находилась в Тебризе. Главным врагом Ак-Ко-Эн-Лу после побед Узун-Хасана над восточными соседями стала Османская Турция. В течение нескольких лет в Малой Азии и прилегающих к ней районах шла упорная война. В августе 1472 года армия Узун-Хасана потерпела поражение близ Коньи. В этой битве пало трое сыновей Падишаха. В 1473 году Узун-Хасан одержал победу над турками близ Малатьи на Ефрате, но в том же году племена Ак-Ко-Эн-Лу были наголову разбиты при Терджане, на одном из притоков Ефрата. Туркмены сражались с большим мужеством, но должны были отступить под огнем турецкой артиллерии, чего не произошло. Умер Узун-Хасан в январе 1478 года во время похода в Грузию. С его смертью сразу же обнаружилась внутренняя слабость огромной державы Ак-Ко-Эн-Лу. После Узун-Хасана осталось пять сыновей. Со временем между сыновьями Узун-Хасана были разделения властей над землями, а позже и внутрисемейные распри, приведшие к братоубийственной войне. В 1508 году одним из сыновей Узун-Хасана был взят Багдад и окончательно ликвидировано государство Ак-Ко-Эн-Лу. Все эти заслуги завоевания принадлежат не азербайджанцам, а туркменам. И об этом говорят ученые мужи всего мира, историография, книги. Не азербайджанский, разумеется. Кстати, одним из таких туркоманов из Кербеулы, это современный Ирак, был поэт Физули, которого турки называют своим, а азербайджанцы своим поэтом. Любопытно, что Низа Ами, будучи персом, называется азербайджанским поэтом только потому, что родился на территории современного Азербайджана, но ведь Физули родился на территории современного Ирака, туркоман по происхождению, но тоже так же считается азербайджанским. Такое ощущение, что для Азербайджана не важна национальность. Важно то, что человек тюрок или как минимум родился где-нибудь в Азербайджане. Почему-то те же турки Малой Азии не скрывают, что их предки прибыли на эти земли из Средней Азии. А туркмен, казахов, каркалпаков называют агабаши, старшими братьями. Или агабейлики. Азербайджанцам же невыгодно так считать. Информационно-военная политика не позволяет быть пришлым народом Абширона, Куры и Аракса. Это и понятно. Конечно, нельзя исключать из внимания, что современные азербайджанцы есть одни из потомков тех расколотых племен Ах-Коэн-Лу и Каракоэн-Лу. Племена позже, состоящие из офшаров, падаров, карапапахов, кашкайцев, козылбашей и прочих, интегрировались в один так называемый азербайджанский народ севернее и южнее Аракса. Но об этом мы еще поговорим в одном из наших будущих выпусков. Продолжение следует...